Новое видео выходит каждый день в 20.00 Помнится, в одном из недавних моих роликов я сказал, что если вы попадаетесь на стилер, то это целиком и полностью ваша проблема, а не проблема ютубера, который этот самый стилер залил, так как вам нужно ставить двухфакторную аутентификацию, и тогда всё будет нормально. Но как же я, блять, ошибался? Я, конечно, об этом и до этого знал, но я думал, что гугл рано или поздно это пофиксит, однако гугл аутентификатор существует уже не один месяц там, и по-моему даже не один год я точно не помню, но существует он точно больше, чтобы поправить этот, блять, баг, который просто элементарнейший, из-за которого люди могут просто решиться всех своих аккаунтов, к которым привязан этот самый гугл аутентификатор. Блять, я только что ударил микрофон, микрофонную стойку, вернее, я надеюсь, всё было нормально, ладно. Из-за этого люди могут решиться практически всех своих аккаунтов, на которые был привязан гугл аутентификатор. И давайте я вам далее объясню, в чём же проблема. Дело в том, что когда вы регистрируете свой гугл аутентификатор, допустим, в Сампе там, или в том же ВКонтакте, или ещё где-то, но ВКонтакте додумались умные программисты, люди из ВКонтакте, что человек... Ладно, давайте об этом немного далее. Так вот, ставите вы там гугл аутентификатор на Сампе, на Arizona Roleplay, на Diamond Roleplay, там, я не знаю, на Ютубе, блять, да что ж такое. Ставите вы там себе на Ютубе, на Твиче, да где угодно. Вы ставите этот самый аутентификатор, и, казалось бы, да, вы защищены, всё с вами хорошо. То есть, вас никто не взломает, потому что для того, чтобы поиметь доступ к вашему аккаунту, теперь нужен ваш гугл аутентификатор. Однако же, всё не так-то и просто. Вы сами можете решиться своего аккаунта из-за этой инновационной защиты. И давайте я вам объясню, как же это всё-таки происходит. Предположим, что в гугл аутентификатор в изобилии там несколько аккаунтов, Сампе РП, Advanced Roleplay, там, Diamond Roleplay, Ютуб Твич. И у вас был телефон такой, знаете, неплохой, конечно, но хотелось бы получше. У вас тут 1 гигабайт оперативки, а тебе хочется 4.64, там, версию от Xiaomi, Redmi Note 7, 48 мегапикселей и так далее. Ты его такой покупаешь, весь навеселее, весь красавчик такой, весь радостный. Ес, ес, у меня теперь телефон, теперь мне ничего не будет лагать и так далее. Тот телефон вообще нахуй выбрасываешь, и всё, и больше о нём не вспоминаешь. И знаете, в чём основная проблема? Когда вы решаетесь установить на свой вот этот телефон гугл аутентификатор, Потому что вы просто никуда не можете зайти, Оказывается то, что все эти коды, все вот эти вот секретные пароли и так далее, Я не знаю, как это назвать и так далее, Они не хранились в вашем гугл аутентификаторе. Они не хранились в вашем аккаунте гугл нигде. Дело в том, что гугл аутентификатор, он, как бы ни было странно, Он принадлежит компании гугл, однако он не привязан ни к каким сервисам гугла, То есть, блять, ни гэмэйл, ни ютуб, ни гугл плюс, ни яндекс, ой, ни, блять, И там диск, гугл диск. То есть, прям, ну, нихуя он ни к чему не привязан. У вас там нету какого-то аккаунта, в который вы бы могли войти, У вас бы там были все код-пароли и так далее. Нет. Все. То есть, он у вас есть на определенном телефоне, и коды генерируются только там. Я не знаю, нахуя это было сделано, видимо, для какой-то сферы защиты. Однако, если ты потерял телефон или купил новый, тут-то и начинается геморрой. Дело в том, что если ты просто купил телефон, не потому что у тебя старый сломался, А потому что потреблять, и ты просто захотел телефончик получше, Ну, или тот лагал, не обязательно потреблять. Так вот, ты захотел телефончик себе получше, прикупил уже такой новый весь, и так далее. Вот, и старый у тебя не выкинут. Ну, тогда, в принципе, все нормально. Ты заходишь со старого телефона на свой аккаунт, Отвязываешь Google Аутентификатор, и привязываешь его к новому телефону. То есть, все заново проходит, все эти проверки и так далее. Но, если телефон у тебя сломан, ты там совершил сброс к заводским настройкам, Ты, в принципе, удалил Google Аутентификатор непонятно зачем, когда чистил. Может, случайно там, может, маму удалила, может, я заебался этот фильтр, блять, трогать. А может быть, мама, может, еще кто-то у тебя, ну, тронул вот этот вот твой Google Аутентификатор, удалил его и так далее. И ты такой, типа, чё, блять, а чё мне теперь делать-то? И, то есть, и все. И у тебя нету доступа к твоим аккаунтам абсолютно. То есть, ты полностью их проебал. Однако же, у ВК, я, по крайней мере, такое заметил, у ВК есть резервные коды. То есть, что это такое? Там есть универсальные коды, которые ты вводишь, и без разницы, какое сейчас время года, там, там, дата года, там, год, какой сейчас, какая дата и так далее. Ты вводишь этот код-пароль, и он всегда работает. Таких всего 20 штук, и они одноразовые. Так вот, ты вводишь этот пароль, отвязываешь Google Аутентификатор при помощи своего телефона, и все, и ставишь себе новый. Однако, что же делать с серверами в Сампе? То есть, у Аризона, ладно, продумало, можно восстановить по разными путями, то есть, там, через почту, там, еще, еще как-то. Однако, на Адвансе, по-моему, этого вообще не предусмотрено, чтобы можно было восстановить через почту. То есть, все, ты привязал Google Аутентификатор, он у тебя привязан навсегда к этой модели телефона. Все, то есть, и что тут делать? И, то есть, ты теряешь доступ практически ко всем сервисам, но больше всего, ты теряешь сервис именно вот к самповским всяким серверам, потому что там у них нету, вот, восстановления, типа, по почте и как-то еще. А тем более, если ты не привязывал почту, если ты просто привязал Google Аутентификатор, то тебе пизда. Ну, на самом деле, то есть, тебе просто пизда. И я не знаю, почему Google до сих пор не продумал вот это вот все. Google Аутентификатор существует, блядь, хуеву тучу лет. Или, знаете, типа, чтобы зайти в Google Аутентификатор, нужно получить, там, код-пароль в другом аутентификаторе. А чтобы получить в другом аутентификаторе, нужно получить в другом аутентификаторе. Блядь, эти аутентификаторы, это просто, блядь, пиздец. И, как бы, решения проблемы-то нет. У тебя также могут взломать Google Аутентификатор и получить доступ ко всем твоим код-паролям. и что тут делать, единственное, что можно сделать вход в Google Аутентификатор по номеру телефона то есть не по паролю, а по номеру телефона, чтобы ты такой писал свой номер телефона и тебе рассылался одноразовый там, я не знаю, 12-значный код который бы ты вводил и входил в свой аккаунт, то есть именно в Google Аутентификаторе, потому что то, что есть сейчас это просто пиздец, ты скачиваешь блять, а Google Аутентификатор всё настроил, всё сделал, а у тебя такой пиздец, то есть Блять, ну, мало ли что может случиться с телефоном Там, тем более, если он у тебя какой-то нибудь китайский Там, я не знаю, Doji и так далее Я сейчас не буду рекламить вот эти, знаете, китайские фирмы На своём популярном канале То есть, есть телефоны, но ещё там разные вот эти китайские бренды есть Они, то есть, ну, долго так же Не там Dex, по-моему, это русские производители Но неважно, то есть, блять, если выбирать между русскими производителями и китайскими То ясен хуй, что тут будет лучше, блять, китайские Потому что русские, потому что, блять, китайские производители Они хотя бы, блять, запустятся, в отличие от русских А тут, ну, это прямо, это какой-то пиздец Это, ну, в самом деле, я, блять Я вот просто не понимаю Как, блять, Google, вот это вот не продумал То есть, это же так элементарно сделать Просто вход по номеру телефона То есть, номер телефона-то у тебя не украдут То есть, ты взял симку Вставил её просто в другой номер В другой телефон, и всё И ты можешь так же пользоваться Почему бы всем сервисом, то есть, не сделать так Чтобы СМСки, там, вот эти вот, которые сейчас генерируются в Google Аутентификатор Чтобы они приходили на номер телефона А, ну да, это ж дорого Это ж проще воспользоваться бесплатным Google Аутентификатором Ну, я тоже так думаю А потом оставить людей, блять, просто без своего аккаунта И опять же, я говорю, на Аризоне Не знаю, как продуги сервера Но я помню, что на Адвансе, по-моему Нельзя восстановить по почтовому ящику То есть, если у тебя привязан Google Аутентификатор Ты должен восстанавливать по Google Аутентификатору Даже если у тебя привязан почтовый ящик и так далее Возможно, я сейчас ошибаюсь Возможно, они это сделали Но, по-моему, вот когда я играл Ничего подобного не было Ну, в самом деле Я вот, прям вот Ну, я не могу вспомнить, если вот так честно Вот сейчас вспоминать на скидку Был ли я когда-то Я просто помнил Что вот один Google Аутентификатор Он привязывается к одному аккаунту Его нельзя отвязать только через администрацию И это, как мне кажется, маразм Но это делается для того, чтобы аккаунт не смогли продать По-моему, на Адвансе То есть, Адванс настолько жадный Что он, блядь, не дает отвязать Google Аутентификатор Если на Аризоне все отвязывается На Адвансе это только через администрацию По каким-то очень веским причинам Там, допустим, у тебя телефон утонул Вместе с сим-картой и так далее И то тебе говорят, блядь, иди в салон связи В котором у тебя Куплена твоя сим-карта И меня ее Или что-то наподобие того То есть, наебать их Ну, не получится А если ты получишь Получится Я не потом об этом узнаю То это обман администрации Это вообще-то такой бан Это тупо банусер Это тупо хуета В общем, ладно Я думаю, что вы меня поняли Я теперь не знаю, блядь Что вот, то есть, посоветовать вам Там Хотя нет Я знаю, что можно вам посоветовать Сюда было бы неплохо вставить рекламу Однако Я этого делать не буду Насколько я знаю Недавно Был создан такой скрипт Который Ты вводишь просто не в диалоговое окно А в чат свой пароль Я не уверен То есть, безопасен ли тот скрипт Однако То есть, я могу в этом вопросе Поподробнее разобраться Если это будет интересно Хотя я уверен Что этот ролик Ну, наберет просмотров Я не знаю 50 с моей вот статистикой На Сейчас скажу Какое марта На 4 марта С моей статистикой Я думаю, данный ролик Наберет просмотров Ну, 50 там Плюс-минус Где-то так Однако же Ладно Всем спасибо за просмотр Данного видеоролика Устанавливайте Google Аутентификатор С осторожностью Всем спасибо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok